Скажите, как у вашего подъезда было? У вас не пройдешь. Ну вот, вот они тут сегодня, у телевизора приехали, вот они. Нельзя ходить, там мы ходим, по сугробам прыгаем. Машины дут, а мы по сугробам прыгаем, потому что вообще нечищено было. Квитанции за коммуналку приходят точно в срок, а жители, которые исправно платят по счетам, около месяца оставались без горячей воды и с нечищенным двором. За уборку снега первый раз за зиму управляющая компания ПЖРТ «Советский» взялась только накануне приезда городской административно-технической инспекции и нашей съемочной группы. Представители ГАТИ делают вывод, управляющая компания работать может, но не хочет. И администрации района, прокуратура, и представители ГАТИ составляются материалы по привлечению к административной ответственности, накладываются штрафы на управляющую компанию. Кто не работает, тот платит. Нерадивые управляющие компании ждут штрафа от 5 до 25 тысяч рублей. С начала зимы штрафные санкции превысили 600 тысяч рублей. Оштрафуют и предприниматели, которые не убирают территорию вокруг своих магазинов. По нормам на расстоянии 5 метров все должно быть очищено от снега. Инспекторы обратили внимание на работу муниципального предприятия благоустройства. По уборке остановок общественного транспорта нареканий нет. Площадка вычищена до асфальта. Хотя некоторые замечания появились в плане оперативности. Прошло уже после снегопада порядка 8 часов. Хотелось бы, чтобы и побольше сил было у муниципального предприятия, чтобы как-то своевременно очищали территорию от снега, создавали комфортные условия. Такие рейды городская административно-техническая инспекция проводит регулярно. С начала зимы составлено 900 протоколов за ненадлежащее содержание территории и своевременную очистку крыш от наледи. Порой только такие меры заставляют управляющие компании работать эффективно. Валерия Макарова, Константин Головин. События.